Добрый день дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами карта дня на 30 сентября 2022 года. Так, давайте с вами посмотрим, что нас ожидает в этот день. Прогноз у нас будет состоять из двух частей. Вначале общая часть, посмотрим, что позитивного в этот день будет, что негативного, что в делах, в личной жизни. Ну а дальше уже посмотрим для каждого знака зодиака в отдельности карту дня. Тайм-коды я пропишу ниже под видео в описании. Итак, общая карта дня на 30 сентября. 30 сентября, пятница. Так, день в принципе спокойный, но здесь будет такое ощущение, что знаете, как будто бы время медленнее как-то идет, да, то есть как будто бы что-то как тянется. И это хороший день для того, чтобы переосмыслить вообще что-либо, да, то есть когда вы на какие-то вещи, на какие-то события, на каких-то людей посмотрите как-то по-другому. Увидите в этом во всем что-то для себя новое. Нежелательно начинать что-то в этот день, да, то есть как будто бы нужно спокойно вот его провести. Ну давайте посмотрим, что в позитиве 30 сентября. Так, ну в позитиве у нас король кубков. Здесь какое-то приятное общение с неким человеком, хорошие какие-то новости. Но смотрите, тут возможно вы загоритесь какой-то мечтой, идеей в этот день, то есть у вас как будто бы появится, ну вот именно идея, то есть вы захотите что-то в своей жизни поменять, да, вот как с ног на голову, то есть или наоборот, что-то перевернуть вы захотите кардинально. И вот я так думаю, что здесь скорее всего, что в вашей жизни появится некий такой вдохновитель, человек, который вас подтолкнет к чему-то, поддержит. И при этом человек скорее всего, что не является чужим, то есть это либо ваш там, ну возможно там муж, брат, отец, то есть это какой-то человек вам родной, близкий, может быть это близкий какой-то друг ваш, то есть ну вот человек, которому вы захотите. Что вы доверяете? Вот здесь будет позитив связан именно с ним. А что в негативе будет 30 сентября? Деньги. Да, то есть как бы идея есть, желание есть, вопрос с финансами не решен, то есть вот то, что касается денег, вы здесь будете прояснять, будете что-то ждать, то есть скорее всего, что вам скажут, что-то надо подождать, либо же вы будете ждать большую какую-то выплату, то есть вы можете что-то получить, но будете еще ожидать большую выплату, доплату какую-то, то есть скажем так, здесь не все сразу идет. Так, и неверие в собственные силы здесь может быть так же, да, то есть вы можете сомневаться в своей правоте, в своих возможностях, вы можете себя недооценивать, да, вот этот человек как раз вам и скажет, что нет, вы можете, у вас есть для этого все, то есть как будто бы вас будут переубеждать в чем-то, но я думаю, что переубедят. Так, на что следует обратить внимание 30 сентября? Ну, на какие-то возможности, здесь видите, как двойственность определенная, то есть может быть у вас появится какой-то вариант, может быть вы думали, что какие-то события могут разворачиваться, да, по одному сценарию, а тут появится возможность как-то по-другому себя реализовать или что-то провести, тут появится какой-то второй вариант, другая какая-то возможность. И вот вам придется выбирать, вы, может быть, и как-то побоитесь, вы не будете уверены, что вы сделаете правильный выбор, и вот здесь могут быть сомнения. Такие, скажем так, эмоциональные качели, то есть правильно или неправильно вы поступаете, что вам делать, как вам быть, потому что здесь и один вариант вроде как неплохой, и другой тоже хороший, но нужно будет как-то определиться. И вот вы будете стараться в этот день, знаете, как бы держать какой-то, соблюдать какой-то баланс, то есть может быть вы захотите воспользоваться и одним вариантом, и другим. Это, знаете, как работа по совместительству, то есть вы можете работать на одном предприятии, но дополнительно еще берете какую-то подработку, то есть, ну, которая вообще никак не связана с вашим основным каким-то делом. То есть вот вы будете как-то лавировать здесь. Или же вы можете заниматься какой-то работой, каким-то делом, но в то же самое время вы будете реализовать свою какую-то мечту. То есть это может быть все в процессе, да, и у вас может быть доход еще вот от вашего хобби, допустим. И вот здесь вы можете, кстати, распределять время, на что вам тратить время, на что вам больше тратить времени, на что-то основное, то, что вот якобы официально у вас идет, или же на свое хобби, на свое увлечение, допустим, которые тоже могут вам давать определенный какой-то доход. То есть это что-то, то, что вы делаете как бы для души, но и деньги могут вам тоже за это поступать. В общем, здесь каких-то два варианта, которых вы захотите объединить, скорее всего. Что в личной жизни ожидает нас вот 30 сентября? Так, ну здесь какое-то завершение. Да, то есть здесь идет завершение чего-то, какой-то этап вы уже прошли, и здесь переход на новый какой-то уровень. То есть вы начнете что-то заново. Завершение какого-то кризиса, да, то есть вот вы поймете, что вы с этим человеком уже столько прошли, вы настолько друг друга хорошо знаете, что, в принципе, здесь ваш союз, скорее всего, что будет укрепляться. И даже если будут какие-то спорные моменты, вы все равно должны помнить о том, что необходимо соблюдать вот этот баланс. Не нужно в порыве, да, человеку говорить и гадости, там, или хлопать дверью. Не надо. Возьмите время лучше, подумайте, переосмыслите что-то. Но горячку здесь пороть не стоит, поэтому вы просто потом поймете, да, как спустя время вы поймете, что этот человек уже столько про вас знает, и вы про этого человека столько знаете, вы столько уже всего прошли, что вы друг для друга как, ну вот, ну достаточно важны в общем. Что в рабочей сфере 30 сентября? Это что ж такое? Ну, в работе здесь кризис. Кризис жанра. Но вы не можете повлиять на него. Здесь такое ощущение, что вот этот кризис могут вам создавать какие-то другие люди. Что-то связано с деньгами, как будто бы кто-то хочет на вас или заработать, или как-то сэкономить, но вот какая-то нечестная игра здесь может быть. Вы все прекрасно понимаете. Вы можете видеть это, вы можете отдавать себе отчет, кто это делает, кто это все, кто вами манипулирует или пытается манипулировать. Но на сегодняшний день, да, вот на этот день вы исправить эту ситуацию не можете. Вам придется, опять же таки, что-то подождать. Можно ли давать деньги в долг 30 сентября? Да, я думаю, что не стоит. Верховная жрица, повешенный, лучше не надо. Можно ли брать деньги в кредит 30 сентября? Ну, в принципе, можно. В принципе, можно. И общий совет карт для представителей всех знаков зодиака. Ну, я думаю, что вы сможете, знаете, как бы здесь совет какой, не расстраивайтесь. То есть, если есть какие-то события, которые вас в этот день огорчают, допустим, на что-то вы не можете повлиять. И здесь вообще вы можете, знаете, как будто бы предаться определенному унынию в какой-то момент. Но тот совет какой? Не печальтесь. Вы должны рассмотреть положительные какие-то моменты в той ситуации, в которую вы попали, допустим, да, которая вот у вас происходит. И вот даже при вот всём этом вы найдёте какие-то для себя плюсы. Если вас беспокоит финансовый вопрос, он решится. Он решится. Может быть, какие-то неточности в бумагах, проволочки были там или ещё что-то. Знаете, как в деталях могли быть какие-то ошибки в бумагах. И вы получите то, что вы хотели в итоге. Поэтому здесь нужно проявлять бдительность, нужно быть терпимым, как-то подождать, не спешить, не реагировать как-то чересчур эмоционально на что-то. И вот в этих деталях, в том, что происходит, разберутся, разберутся, и всё будет в порядке. Так, послание от фей на 30 сентября. Сила цветов. Проводите время среди цветов и их ароматов, чтобы усилить свои целительские способности. То есть я так думаю, что здесь вам нужно будет ещё и обратить внимание не только на то основное дело, которым вы занимаетесь, а на что-то такое, что приносит вам как будто ещё больше удовольствия. То есть есть что-то такое, что вас энергетически питает. Поэтому вот в этот день желательно обратить особое внимание на вот этот вот вариант. Так, я благодарю вас за внимание. Надеюсь, никого не запутала. Сейчас мы посмотрим ещё в отдельности для каждого знака зодиака. Карта дня для овнов на 30 сентября. Карта дня для овнов на 30 сентября. Ну, знаете, здесь день, в принципе, будет относительно, я думаю, для вас спокойный. Но тут будет, возможно, у вас вопрос, касающийся каких-то либо судебных разбирательств, то есть оформления каких-то документов. Откроется какая-то информация для вас. Вы узнаете какие-то новости. Кто-то что-то вам расскажет, прояснит. И я думаю, что что-то вас удивит в этот день. То есть какой-то информацией вы будете удивлены. Время. Да, то есть вот для какой-то… Может быть, вам скажут, что, допустим, для проведения какой-то работы нужно определённое какое-то время. Или вы поймёте, узнаете какую-то информацию, что через время там что-то будет, допустим. Какой-то ваш вопрос решится там тогда-то и тогда-то, к примеру. Бумаги подпишут там, допустим, такого-то числа. То есть или же там какие-то изменения на работе будут вот тогда-то. То есть вот что-то, связанное с временем, вас поставят в известность. И либо вы будете читать о чём-то. Может быть, это что-то связано с новостями, с прогнозами. И вот как-то так. И у меня такое ощущение, что здесь вы будете обращать внимание на то, что было, на то, что будет. То есть это либо… Может, вы будете обращаться, я не знаю, к астрологу, к торологу в этот день. Или вот как-то сопоставлять то, что было и то, что будет. Вот вы попытаетесь найти какую-то связь в этом. Ну, не знаю, как это у вас проиграется, но принцип будет вот такой вот. Как то, что было в прошлом, может отыграться в будущем. То есть вот вы будете что-то анализировать в этот день. Тельцы. Карта дня для тельцов на 30 сентября. Здесь выход из кризиса. Вы устали. По этой карте я могу сказать так, что вы устали. У вас выжили как лимон просто. Очень много работы, очень много каких-то обязательств, очень много просек к вам поступает. Кто-то что-то от вас всё время хочет, требует. И вы как будто разрываетесь. Вы не знаете уже, как вам быть, что вам делать. Какая-то ситуация никак не может разрешиться, чтобы вы уже просто вздохнули и сказали, ну, слава Богу, уже всё прошло. Что-то тянется. Время. Ну, смотрите. Понадобится время. Вы не можете на всё повлиять. Не всё от вас зависит. Этот вопрос, который вас беспокоит в большей степени, решится спустя определённое время. Так, близнецы, карта дня для вас. Спокойный день. Ну, если вы отдыхаете сейчас, да, может быть, вы в отпуске там или временно не работаете, то, ну, вы можете просто в этот день в большей степени как-то лежать, отдыхать, читать новости, спать. То есть вот здесь вы будете накапливать силы, скорее всего, что если вы работаете, то день пройдёт спокойно. Может целый день клонить, знаете, как в сон, допустим. То есть хочется спать. Устали. Да, ощущение усталости, может быть. Не выспались. Рано встали, да, и вот в течение дня всё время будет как-то… Ну, такое состояние сонливое именно. Ну, и пауза, да, здесь какая-то пауза в определённых каких-то делах и вопросах у вас может быть. А почему? Потому что какую-то информацию вам передают неправильно. Что-то всё время меняется, что-то переигрывается. Нет какой-то конкретики, поэтому лучше вам что-то переждать. Всё время что-то меняется, крутится. То есть как будто бы сначала одни условия, потом другие, потом третьи. И каждый день что-то новое, новое, новое. И вы в итоге скажете, всё, нет, я не хочу, давайте как-нибудь потом. Вот определитесь, как мы это будем делать. И потом к этому и приступим. Но уже это должно быть что-то основательное такое. Раки. Карта дня для вас. Хороший день, хороший, стабильный доход, да, здесь получение идёт денег. Но эта карта у нас выпадала в негативе. И получается, что здесь вы, скорее всего, что столкнётесь с моментом, может быть, вам придётся потратить какую-то большую сумму. Да, то есть вы можете рассчитывать на одни деньги, да, а в итоге получите другие. Или же здесь вы можете как-то, вам, может быть, надо что-то срочно приобрести, а это стоит таких больших денег, и у вас их может не быть. Или это как бы все ваши сбережения, к примеру. То есть тут что-то с деньгами. Далее. И здесь неуверенность в себе у вас может быть, да. То есть вот то, о чём мы говорили в этом общем блоке, то есть какая-то неуверенность. А неуверенность может заключаться, почему? Ну, вам не открыта, далеко не вся информация вам открыта. Чего-то вы не знаете. Какая-то книга закрыта. Вот. И для того, чтобы получить эту информацию, может быть, вам и потребуется вложить какую-то сумму. Может быть, вы пойдёте, решите пойти на какие-то курсы. Или вам просто придётся за какие-то документы заплатить большую сумму, для того, чтобы они были вам даны. И тогда вы будете спокойны, уверены, и всё. То есть тут вот решение вопросов, связанных с деньгами и документами у вас будет в этот день. Львы. Карта дня для львов. Хороший день. Деньги, достаток, покупки, получение денег, то есть какие-то расчёты, планирование. Вы будете довольны. Вы будете довольны. Да, конечно, довольны. То есть вы узнаете, вам какая-то информация откроется, что-то перед вами откроется, какие-то новые возможности, какие-то перспективы, которые в итоге принесут вам хорошие, такие необходимые вам ресурсы. Это не только могут быть деньги. Это может быть что-то связано, кстати, ещё и со здоровьем, к примеру. Как-то так. То есть у каждого, смотрите, в зависимости от того, какой ресурс вам в это время больше всего необходим. Вот в этом, я думаю, вам и повезёт. То есть что-то будет у вас во благо. Так. Девы. Карта дня для дев. Карта дня для дев. На 30 сентября. Спокойный день. Лежу, отдыхаю, ничего не хочу. Здесь будет одно желание, чтобы вас не беспокоили. Вот как-то так. Вы захотите отстраниться от всего, от всех, уйти в астрал, и чтобы никто вам не мешал, скажем так. Спокойствие. Спокойствие. Спокойствие, умиротворение. Возможно, жизнь вас подталкивает к тому, что вы должны сделать какой-то определённый выбор, да, то есть вот с чем-то определиться, идти или не идти, поступать или не поступать, покупать, не покупать, платить, не платить. То есть тут вот какая-то двойственность есть. А вы решите, скорее всего, примите какое решение. Об этом я подумаю завтра, да. То есть вот вы как будто бы в этот день постараетесь уйти от вот этой ответственности, от того, что вам необходимо что-то для себя выбрать и с чем-то определиться. То есть вот как-то так. Ну, в принципе, может быть, это и правильно. Такой день, я думаю, что это правильно. Весы, карта дня для вас. Весов, день стабильный. Что-то вы будете охранять, считать свои доходы, расходы, и что-то вы не захотите отпускать. Знаете, как будто бы вас здесь могут к чему-то побуждать, что нужно как-то расшириться, открыть для себя что-то новое, какие-то горизонты, перспективы. А вот вы как будто вцепитесь вот в какое-то место определённое, да, в работу определённую, в дело там или ещё что-то. То есть вы не захотите чем-то делиться, вы не захотите что-то менять в своей жизни. Потому что вас, в принципе, устраивает всё то, что есть вот на сегодняшний день. Я думаю, что положение ваше в целом вас устраивает. Дорога, да, то есть вот здесь какая-то дорога, какую-то дорогу вам пророчат. То есть вам могут сказать, что вы можете или перейти куда-то, или переехать, или открыть для себя что-то новое. Какие-то вести вы получите, но вы не захотите. У меня такое ощущение, что вы захотите оставить всё как есть. И вот эти перемены, они вам будут неинтересны. Также почему неинтересны? Потому что, может быть, вот эти перемены потребуют каких-то вложений, а у вас может быть разная ситуация. Либо этих средств нет, либо вы посчитаете нецелесообразным тратиться на вот эти перемены. То есть вот как-то так. Скорпионы, карта дня для вас на 30 сентября. Хороший день. Исполнение какого-то желания, долгожданная встреча, переписки, созваниваться с кем-то будете. Будете заниматься своей внешностью, красотой, здоровьем. Будете что-то планировать и идти к своей мечте. Да. Ну, смотрите, здесь также могут быть определённые трогательные такие чувства в паре между мужчиной и женщиной. То есть здесь могут быть подарки, признания. Что-то вы сможете исполнить друг для друга, вот такое в паре заветное. То, о чём вы мечтаете. Или вы будете совместно что-то планировать с кем-то. Ну, вот как-то так. Но день хороший. Здесь очень много информации будет в этот день. И я так думаю, что вы сможете сделать уже какой-то определённый шаг вот именно к задуманному, то есть к тому, чего вы хотите. Стрельцы, карта дня для вас. Хороший день. Любовь, гармония, благополучие. Вам даётся вот эта чаша, переполненная чаша любви, счастья, хорошие какие-то новости, приятные встречи, приятные воспоминания, комплименты, флирт, дорога, да. То есть вот здесь будет ещё какой-то хороший результат вот в вашем продвижении. То есть может быть вы планируете где-то поехать, это будет удачная дорога, допустим. Или же здесь вот у вас может быть как повышение какое-то. То есть я так понимаю, что тут вы получаете желаемый результат, да. Корабль, он двигается у нас вперёд, и здесь вам сопутствует удача. Вот в этом. Поэтому смотрите, воспользуйтесь этим днём. Козероги. Козерожки, да, как я говорю, козерожки. Карта дня для вас. На 30 сентября. Так, ну здесь интриги, расследования какие-то будут у вас. То есть вы здесь, скорее всего, день проведёте так, напряжённо. Напряжённо вы будете собирать какую-то информацию, вы будете отстаивать свои какие-то права, свои границы личные. не захотите делиться ничем. То есть вот вам придётся хитрить, вам придётся хитрить. Так. Ну вот вы будете хитрить, что-то связанное с женщиной у вас будет. потому что вы захотите её обыграть как-то. И я думаю, что у вас получится. Эта женщина может быть недоброжелательна по отношению к вам. И вы об этом знаете. Поэтому вы будете, скорее всего, знаете, как из серии предупреждён, вооружён. То есть вы будете на чеку. То есть вот как-то будете пытаться уйти от нападок, допустим, или себя отстоять, или ещё что-то. То есть и вы не дадите этой женщине возможность украсть то, что принадлежит вам. Вот я вижу это таким вот образом. вы сможете обойти вот как-то все эти неприятности. Ну и в итоге эта женщина сама себя может укусить. То есть вот этот человек сам себе… Если это… Ну может и проиграться так, что это не обязательно дама какая-то будет. То есть может быть это мужчина. Но просто здесь поле норман – это дама треф. Но такое. Не привязываемся к этому. Некий человек, да, вот этот некий человек, понимая то, что вы его обхитрили, или как-то вы сможете выкрутиться из какой-то ситуации. Этот человек сам себе может нанести вред. Но вы будете за этим наблюдать. Да, интересно. Водолеи. Карта дня для вас. Водолеи. Так, здесь будете решать какой-то финансовый вопрос. У нас эта карта выпадала в негативе, поэтому здесь нужно будет что-то решить вам с деньгами. Пересмотреть вашу самооценку, то, как вы к себе относитесь. Потому что, может быть, вы себя недооцениваете, может быть, вы за свои там труды мало денег, как бы там просите, требуете, да, я не знаю, называете. Такое. Вот здесь что-то вы неправильно оцениваете в этот день. И вот скорее всего, что вам поможет вот исправить эту ситуацию некий мужчина. И я как понимаю, что ему вы сможете довериться. Знаете, это как будто бы вы за свои услуги называете там, ну, к примеру, там определенную какую-то сумму. И тут вы от человека, от другого человека узнаете, что оказывается, оказывается, уже таких цен на рынке нет. То есть цены уже совершенно другие. они выше. Вот как-то так. И вот он вам как будто бы на что-то откроет здесь глаза. Ну, это я образно говорю. Понятно, у вас может проиграться немножко по-другому, но суть, скорее всего, что будет вот именно в этом. Вы как будто недооцениваете себя, свой труд. Поэтому прислушивайтесь к тому, что какую информацию вам даст некий мужчина. Рыбки. Рыбки. Карта дня для вас. Что-то тяжело вам будет в этот день. Все на себе тащите. И уже устали. Тяжко. Как-то тяжко. И здесь даже я не вижу продвижения. Вы просто как будто будете стоять, топтаться на одном месте. Все. Потому что устали, нет настроения, нет вдохновения. Вот. И уже потому что какую-то историю вы хотите для себя закрыть и уже от чего-то освободиться. Вот как-то так. Вас будет переполнять такое желание. Но в то же самое время вы в этот день поймете, что эта усталость, вот эти переживания, эта тяжесть, это все временно. Оно пройдет. Оно пройдет. И вам будет легко и хорошо. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...